Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Одна из самых обсуждаемых новостей последних дней – сдача в плен неонацистов из батальона Азов. Их выход из Осовстали в Мариуполе. Пока украинская пропаганда устраивает невероятный цирк, рассказывая, мол, сдача в плен плановая, и вообще это чуть ли не хитрый план наступления на Москву. Западная пресса забывает про слово «плен» и журналистская этика, называя это почему-то эвакуацией. А вот другие не разделяют милосердие к фашистам в плену, которых как раз-таки пришли деноцифицировать. А те забрикадировались на Азовстали и сначала демонстративно игнорировали гуманитарные коридоры, предоставленные российской армией, как и призывы сдаться, сохранив и свои жизни и жизни заложников из мирного населения Мариуполя. А все это потому, что Киеву очень нужно было вновь выставить Россию агрессором. Ради этого и кишками наружу лишние сутки полежать не жалко. Но все ведь видели жуткие кадры того, как азовцы мучили, насиловали, истязали и казнили мирных жителей Донбасса. Как азовцы, когда пришли их деноцифицировать, прикрывались местными жителями Мариуполя. Сколько ужасающих рассказов очевидцев, сколько видеофактов. Думал застрелить. Как? А вот так, вот так застрелить человек. Просто застрелить. Это Азов. Это хуже фашистов. Украинская армия. Там стояли на рыбокомбинате, били, били по городу, все уничтожали город. Вот оттуда летели, вот оттуда летели снаряды. Все били по нам. Но здесь находились ДНР, русские или российские военные? Не было здесь. Здесь били нас в 28-м, здесь били вам соседи, сказать. Украинская армия была. Может быть, они били по российским военным? А какие российские военные? Не было здесь. Здесь украинские, мы жители были. Детская библиотека там была. И втянули свои эти самые... Пулеметы? Да, что-то такое. И потом начали стрелять по этому дому, с той стороны. Начали стрелять. Когда в окно, люди встали в окно, смотрели. Выходили солдаты. Что, парлы, мы воеваем, вы смотрели по окнам. Люди вот так вот... Ну, вообще, они стреляли... А это какие солдаты? Ну, а украинцы. Азов, азов. Вчера я сама ездила в Мариуполе, была в драмтеатре, где видела в остатках здания много формы ВСУшников и признаков их быта. Они там жили и держали на убой сотни мирных жителей. Судя по детским вещам и игрушкам, вытащенным из завалов, там было очень много детей. Местные рассказывают, что видели, как ВСУ силой сгоняли в театр людей для безопасности. После заминировали здание и взорвали для того, чтобы выдать это за российскую бомбу. Зрелище, конечно, жуткое. Под завалами все еще остаются люди, до которых пока не могут добраться, хотя МЧС здесь работает быстро. Здание продолжает разрушаться, рухнула стена, и из руин несет запахом гниющего мяса. И тут не так, чтобы много слов в языке есть, чтобы это описать. Ну да, я увидела, что такое фашизм, о котором в книжках читаю. Он реален. И это точно не та штука, которую надо прощать, хоть по-христиански, хоть как-то иначе. И после нашей победы надо поставить вопрос не только об ответственности этих ублюдков, но и об ответственности тех стран, которые поставляли на Украину оружие и поддерживали этот геноцид. Не напоминает действия их предков-фашистов из СС Галичина, заживо сжигавших целые деревни в Беларуси. Бойцы полка Азов не случайно на свои шевроны нашивают вольсангель, так называемый «волчий крюк», изображение которого в нацистской Германии принадлежало 2-й танковой дивизии СС «Досрайх». В Мариупольском аэропорту, например, батальоном был создан концентрационный лагерь смерти, где в течение многих лет пытали и убивали мирных жителей Донбасса, считавшихся нелояльными. Бойцы Азова гордились многими своими нечеловеческими зверствами. Например, преследованием темнокожих, цыган, причастностью к массовому сожжению и убийству в Доме профсоюзов в Одессе или с сожжением заживо на кресте ополченца. И президент Беларуси предупреждал неоднократно о всей опасности благосклонности к украинским нацистам. Это ваши западные элиты взрастили этого монстра, свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры, сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братья украинцев и россиян. К слову, именно этот элитный полк ВСУ готовил и крышевал наемников с белорусским паспортом из батальона Калиновского. Того самого, что смело убрал всех остальных белорусских конкурентов по бизнесу на войне в Украине. Потому что им можно, их ведь крышуют. Ну, казалось бы, как можно добровольно слушаться и учиться у азовцев? Ну, послушайте, что говорят про Азов белорусские наемники. Пишите, какое у вас меркование об Азове? Безусловно, храбрые мужчины, безусловно, с правильными идеалами касательно Украины, да, то есть воины. Вот, как бы, это что касательно Азова. Я думаю, что за них должны говорить их поступки. Поднатарев фашисты и диалоги, они хотели деговать и в Беларуси. Для нас, конечно, от кого пропынет, это вызволение нашей родины. Хаи лукашисты, якие нас глядят, якие так само долучаются наши стримы, шакают. Мы пройдем. Но не вышло и не выйдет. Потому что у нас фашизм неприемлем на генетическом уровне. Кстати, сами же наемники признавались, с белорусским паспортом среди фашистов было страшно. Успокоились, только получив военный билет в СУ. Сейчас, как вы ощущаете, проблема белорусов, легализации добровольцев в Украине, она решается лучше, чем в 2014 году? Конечно, лучше. Более того, я получил военный билет. И с военным билетом многие мои проблемы решились даже на постах. То есть, если раньше я показывал белорусский паспорт, и было много вопросов, и, ну, на самом деле, даже немножко стремновато было ездить с белорусским паспортом, ну, мало ли там у кого-то обороны этой в голове, что там были такие случаи, что действительно наставляли автоматы, уже думал, ну, сейчас вот-вот расстреляют. И вот вопрос, который возникает у многих. Почему же неонацистов, фашистов из Азова спасают и оказывают всевозможную медицинскую помощь? Но ведь засодеянное нужно судить. Впрочем, не в суде сегодня дело. В этой истории главная скорость, с которой новости разлетаются по окопам. Какая разница, сколько дней неонацисты притянули с несчастными заложниками на Азовстали, если все увидели, поняли и навсегда запомнят, что Зеленский своих бросает? Что в УСУ не сила? Что в плену у русских лучше, чем в окопах украинских? Эти кадры будут отныне преследовать каждого украинского бойца. А, откровенно говоря, в УСУ и без того с духом и единством большие проблемы. Поэтому картинка спасения фашистов в первую очередь для их сородичей, чтобы те понимали, что фашизм будет наказан, и деноцификация неизбежна. Если вас еще не деноцифицировали, тогда вы сдадитесь в плен сами. Эти кадры они запомнят навсегда. Еще больше фактов, как они есть, в наших телеграм-каналах.